Самое время поговорить о поправках в Конституции и конкретнее коснемся запрета отчуждения территорий. Поможет нам разобраться в этой комплексной теме Елена Латышева, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой документоведения и архивоведения КФУ имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, что за поправка, на что она направлена, с чего возникла такая потребность, почему раньше такого не возникало? Ну, Конституция живой механизм, и сама Конституция должна меняться, да, все вокруг меняется, и закон государственный должен меняться. Поправок предлагается много, но для нас, как для крымчан, наверное, самое интересное это о запрете на отторжение или отчуждение территорий. Ну, я так думаю. Итак, что же поправка на запр... Я так понимаю, правильно ли я понимаю, в первую очередь это касается вот той ситуации, которая сейчас сложилась с Севастополем. Что для нас актуально сейчас, для крымчан? Ну, почему Севастополем? Ну, я думаю, для крымчан там из всех проправок актуально две. Первое – это усложнение попасть крымчанину на первый пост президента Российской Федерации. Там ограничение было 10 лет, предлагается 25 лет проживания на территории Российской Федерации. То есть 5 лет мы уже прожили, так бы еще 5 лет, и кто-то мог бы баллотироваться. Теперь придется ждать 25. И для нас важна, естественно, та поправка, которую предложил актер о том, чтобы не отчуждали территорию России в случае смены руководства страны. Мы с вами крымчане, мы выстрадали вхождение в Российскую Федерацию, и нам бы не хотелось, чтобы в угоду политической конъюнктуре нас как тряпочку передавали, и возвращали, или что-нибудь в этом роде. Или торговали за счет нашей территории Крыма и нашего с вами мнения. Ну то есть можно утверждать, что эта поправка повысит суверенность нашей страны? Ну поправки, которые касаются как бы самого права, верховенства права Российской Федерации над зарубежным, да, или международным, безусловно, повысит суверенность. Мы перестанем оглядываться или смотреть, что нам диктует мировое сообщество. Мы будем, наверное, более свободны в своем решении. В этом смысле безусловно. Но там же много социальных поправок, если вы обращали внимание и смотрели. А вот давайте об этом и поговорим. Да, как граждане Российской Федерации вы тоже хотите иметь индексируемую пенсию, но когда-нибудь мы с вами выйдем на пенсию, я так думаю, тоже. Мы хотим, чтобы наши социальные гарантии государство нам предоставляло. И в этом смысле, я думаю, что большинство населения пойдет голосовать 22 апреля именно за социальные, да. Если они не занимаются политикой или не имеют отношения к политике, или, скажем, не интересуются политикой, то социальная часть для них будет важна. Ну, так же, как и поправка по поводу запрета отсоединения территорий, мне кажется, свое мы никогда не отдадим, чужого нам вроде бы не надо. Это ни для кого не секрет, что Япония уже давненько поглядывает на Курилы, а Китай вроде бы тянет свои ручки в Сибирь. И вот для меня лично интересно, почему же все-таки возникла такая потребность узаконить, именно прописать то, что мы не отдаем никому свои территории, потому что вроде бы это и так ясно. Ну, понимаете, дело в том, что кроме Японии, да, Китая, о которых вы говорили, там есть еще и Финляндия, спор вроде сейчас не в острой фазе, но гипотетически за Карелии может возникнуть. Есть, да, шельф с Америкой, который Аляску-то продали, территории там остались, которые используются совместно, и там тоже, я думаю, что если посмотреть территориальные претензии Украины, они тоже могут быть, но гипотетически они существуют, да, и сейчас. И таких острых моментов у каждого большого государства очень много, и у нас в том числе. И, вы знаете, даже не потому, что отдать, даже потому, что поторговаться, это уже страшно. Торг, торгуют не землей, торгуют людьми, по сути, да. Мы, когда говорим о той или другой территории, мы же, вот Крым, казалось бы, Украина говорит, верните, там нам Крым, замечательно, а что делать будем с двумя с лишним, или почти тремя миллионами людей? Ну, отдать-то хорошо, но не земли же отдают. Нет, ну, что мы будем с людьми делать, мы и так все знаем, мы уже свое мнение выразили, вернулись домой, поэтому... Итак, вы говорили о том, что тема комплексная. Какие еще аспекты стоило бы, на каких аспектах стоило бы заострить внимание? Ну, там идут изменения и в устройстве государства, в управленческом, да, там Госсовет появляется, прерогативы, там меняется баланс сил между Думой и президентом, кабинетом министров, утверждение ключевых фигур в кабинете министров. Все в целом, такая система движется к изменению, да, к такому более уравномешанному балансу сил в управленческих сферах. Поэтому здесь тоже, думаю, для государства очень хорошо. И важно отметить, что не только для государства, для людей, и в целом это очень интересно и несет, конечно, только пользу. Ну, вам я хочу выразить огромную благодарность за то, что это утро встречаете в нашей компании, а телезрителям напоминаю, что в гостях у нас была Елена Латышева, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой документоведения и архивоведения КФУ имени Вернацкого. Но наш эфир продолжается.